Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Напротив меня Николай Цмаканич, директор компании Турбо-Техсервис. Николай Васильевич, добрый день. Добрый день. Сразу же поясню для слушателей, что компания Турбо-Техсервис специализируется на строительно-монтажных работах, причем работаете вы с размахом. Объекты весьма и весьма большие, причем работаете не только в нашей стране, но и за рубежом. В Чехии, вот сейчас мы, да, успели... Да, как и говорили, что до начала программы. Работится в Чехии, тоже занимается строительно-монтажными работами. И сегодня нашу передачу мы посвятим итогам 2017 года для компании Турбо-Техсервис. Как работали, чем занимались, и попрошу вас отметить такие основные достижения компании в ушедшем году. Вы, как руководитель, на что можете обратить внимание? Будем говорить так, что 2017 год закончился, начался 2018 год, и как все компании, значит, хочется подвести итоги. Ну, основным итогом, как мы и говорили, что компания, значит, завершила переход в город Киров, из Архангельской области, участвовала... В Архангельской области вы создавались в 2006 году? В 2006 году, да, 6 сентября, как небольшое предприятие по обслуживанию энергетики и коммунально-женгично-коммунального хозяйства. За время, значит, существования фирмы прошло много изменений, решили перебраться в город Киров, областной центр, имея опыт и навык работы, которые мы можем предложить Кировской области. Перебраться в том числе и юридически? В том числе и юридически. Регистрируйтесь здесь. Да, фирма, зарегистрируйтесь юридически адрес здесь, семья здесь. Так что корни будем теперь оставить здесь, в Кировской области. Ну и образование вы получили? Ну и образование, соответственно, что я, что супруга, что сын получили в Кировской области, в Кирове, в самом политехническом институте. Что, будем говорить, сейчас помогает. Непосредственно в работе? Конечно, конечно. Остаетесь на этой стезе? Тем более, что все выпускники нашего курса в основном сейчас, ну, более-менее продвинулись в должностях, и все, остаются связи, и все остальное. Так что очень рады снова прибыть в Кирове. Итак, вы, ваша компания теперь в Кирове, и, собственно, какой рынок сейчас вы осваиваете? Что именно? Основной рынок для предприятия, все же это хоть и называется строительно-монтажная фирма, это механо-монтаж оборудования, капитальный ремонт, техническое обслуживание, ну и, соответственно, реконструкция. Остальные работы, будем говорить, это строительство, общестроительные работы, изоляционные работы, это вспомогательные работы к основному виду деятельности. Значит, механо-монтаж, если расшифровать, это, значит, монтаж оборудования, ремонт оборудования, энергетики, промышленных предприятий, промышленного комплекса Кирова. Ваш профиль, это какие-то небольшие объекты? Нет, это мы имеем в виду... Такие большие? Ибо, как и малые предприятия, это, будем говорить, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, котельные небольшие, которые, да, ремонт котельных, все остальное, это обслуживание тепловых сетей, ремонт тепловых сетей, и также это большие промышленные предприятия, как ТЭЦ, НТЭЦ, предприятия химии, такие как Уралхим, Галопа, в которых мы также принимаем участие. Ну, основными достичьями, раз мы начали говорить об этом, для предприятия появляется именно то, что предприятию удалось закрепиться на рынке города Кирова и Кировской области, это говорит о том, что наш потенциал задействован, значит, это такие объекты, как техническое обслуживание котельного цеха Уралхим, город Кирово-Чапецк, это выполнение механомонтажных работ, монтаж технологического оборудования Галополимер, и в самом городе Кирове это капитальный ремонт и реконструкция оборудования предприятий ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, это ремонт котлов и замена трубопроводов также. Это то основное, чего нам удалось добиться именно в 2017 году, о чём мы планировали, потому что основной целью всё-таки выходила это монтаж оборудования, закрепиться на этом рынке. Вы достаточно серьёзно зашли к серьёзным игрокам, а вообще велика ли конкуренция в нашем городе? Достаточно высокая. В этой сфере, да? Высокая, и предприятий довольно... Да, предприятий... Немало. Предприятий немало, достаточно грамотные специалисты, но это только обостряет интерес к работе, выполнение работ более качественной. В чём Ваша специфика, в чём Ваша уникальность? Турбо-тех-сервис. В чём? В людях. В людях? В специалистах. Это специалисты, болеющие за своё дело, болеющие за своё предприятие и до кончика волос преданное предприятию. Я думаю, в этом, в людях, в основном успех, основной успех предприятия. Люди наши всё, как это часто говорят. Да. Сами лично занимаетесь подбором персонала? Или есть всё-таки кадровые службы? Существует. Нет, как на всех предприятиях, существует кадровая служба. Это кадры начальника дела, кадры занимаются персоналом. Это также занимается персоналом технический директор, главный инженер и совместитель директора по технологии. Это основные звенья, без которых, как говорится, нельзя работать и выпускать продукцию своего назначения. А в целом численность сотрудников, которые работают в Вашей компании? Порядка 40 человек. Это основные. Исходя из того ситуации, которая происходит сейчас у нас, значит, очень тяжело удерживать заработную плату и всё остальное, если коллектив больше. Мы стараемся оптимизировать каким-то образом совмещения, ещё какие-то, чтобы у людей был достойный заработок и в то же время не сказывалось это на качестве и на сроках выполнения работы. А так мы готовы принимать людей при заключении контрактов, будем говорить, на будущее, значит, существует объём людей и всё остальное. По... Мимо работы в Кировской области, значит, предприятие достаточно успешно в 2017 году выполняло работы по городу Северодвинск, по договору субподряда СОО «Спецфундамент строя» это на предприятии Севмаш, цех номер 50, изготовление и монтаж металлоконструкции. И достаточно успешно провели первый этап работ по Фосагра. Это город Апатиты. В них также производились работы по монтажу оборудования полообразователя. Ну, надеемся, что в 2018 году эти работы продолжим и выйдем на второй этап выполнения данного вида работы. Ну, о планах мы чуть позже поговорим, конечно, на наступившие годы. Ну, это просто продолжение. Да, да, да. А еще из городов, где вы работаете, сотрудничаете с кем? Ну, будем говорить так, что предприятие, кроме обозначенного города Кирова, Кировской области, Кирова-Чапецка, значит, существует филиал. Филиал в городе Ухта. Республика Коми. Республика Коми, да, совершенно верно. Мы участвуем в работах в городе Коряжма, Архангельской области, где в основном предприятие осталось и создан филиал на базе этого. Значит, ну и часть работ у нас положена, как мы и говорили, что выполняет фирма Турботехсервис в городе Иванчице, Чехе. Та предприятие небольшое, недавно работает, директор там господин Трилла, который достаточно хорошо знает Россию, он выполнял работы в Советском Союзе еще. С большим опытом. С большим опытом работы, да. В принципе, география, выполнение работ достаточно интересная. И еще планируете расширяться? Еще в другие области страны заходить? Умеренно, да, конечно. Ближние, дальние, зарубежные. Конечно, конечно. В строительно-монтажных работах самое главное не терять интерес к работе. А именно, что-то новое оно всегда подталкивает к улучшению, к совершенствованию технологии самого себя, будем говорить так. Это азарт. Бывает азарт карточный, еще какой-то. Вот у нас азарт такой. Трудоголизм, наверное, это называется? Ну, можно назвать так, только слово трудоголизм не очень мне нравится. Не очень такое. Да, да, да. Звучит мне очень достаточно. А скажите, пожалуйста, Николай Васильевич, в Чехии, да, а в чем специфика работы, в чем разница работы за рубежом и работы в России? Есть какие-то отличия? В принципе, я не вижу. Немножко другая система налогообложения, отношения местных властей, пополняют. Более лояльные? Более лояльные. Более лояльные, то есть как-то... Вот. А в основном работу не обманешь, работа навестятельника. В принципе, изготовление металлоконструкции так же. Те же условия, те же технологии, в принципе, то же самое, что и в России. Только оборудование, конечно, немножко на порядок получше. Но сейчас, с учетом того, что возможностей много по приобретению оборудования, в принципе, в России тоже сейчас последние образцы не уступают. А там в Чехии россияне работают или все-таки местные? Местные. Местные жители, местные специалисты. Обмен опытом возможно? Ну, пока это не происходило. Или в этом нет? Не видите, пока нет. Пока нет. больших объемов работы для той фирмы или для приезда тех специалистов в Россию. Пока я не вижу этой необходимости. Пока, говорится, работаем на местах. На местах. Да. А если сравнивать работу в разных российских городах, где легче? Где проще? Или везде одинаковые условия? Ну, как сказать, где легче? Ну, там, власть региона, с властями региона как-то все равно контактируется? Сталкиваться, конечно, с представителем, обязательно, администрацией, какие-то работы. Ну, конечно, там заметно, где-то, да, вот здесь лояльнее относятся, как-то более заинтересованы в том, что вы именно вы работали. А здесь как-то с холодком? Вы знаете, с холодком нигде не относятся заказчикам. Если ты выполняешь качественно сроки работы, в принципе, тебя поддерживают и с тобой стараются дальше продолжать работать. Такого я не видел ни одного города, где бы, если бы ты любил бы кто-то, чтобы тебя дальше проликнули. В этой позиции, по-моему, все города одинаковые и все представители, администрация, руководство и заказчика, с кем мы встречаемся, одинаковые. Сложнее, будем говорить, у нас каждый же город, Россия, он достаточно отличается друг от друга. В одном достаточно дешевые условия проживания дешевле, дороже, питание, условия жизни, которые предоставляешь работникам. Развитие инфраструктуры и так далее. Да, да, да. Вот это заметно. А так, в основном, то, что касается промышленных предприятий, и все остальное, в принципе, оно одинаковое. А для примера можете привести, чтобы слушатели понимали, металлоконструкции, да, что именно? Что это за... Ну, это вот изготовление металлоконструкции. Ну, как я сказал, это значит... Для промышленных предприятий. Для промышленных предприятий. Вот мы назовем, я называл город Северный, 2017 год, город Северный, да. Значит, соответственно, это реконструкция ферм. Это... Сельскохозяйственных ферм? Нет, фермы, это имеется в виду, значит, производственные цеха, изготовленные металлоконструкциями, которые обшиты или кладкой, было вложено кладкой, или закрытой сэндвич-панелью. В связи с большим сроком службы металлоконструкции происходит предприятие, принимает решение, значит, по восстановлению этих конструкций заменили что-либо. Это именно вот как, если мы заходим, торговых центров сейчас строится много, все представляют, что это такое. Это те же вот железные железные фермы металлические, которые на перекрытиях стоят под крышей, ремонт их, ремонт колонн, устройство простое, это ступени, поврочи, ну, вот такого металлических изделий, которые присутствуют в стане. То, что обычно закрыто от гоноса, от побывателя, спрятано. В основном это, но это мы говорим опять же здание магазинов, все что-либо, а на промышленных предприятиях это все открыто, это все на обзоры подается. Строительство торговых центров, это тоже Ваша специализация? Мы занимались это не так часто, но по возможности да. В основные центры, которые мы строили, значит, участвовали, будем так говорить, в строительстве, это в городе Коряжма, в городе Котлас, в Вахангельской области, да, значит, изготавливали металлоконструкции для города Архангельска, значит, пока в Кирове не приходилось участвовать, пытались сейчас участвовать в конкурсе Валоводской фирмы по строительству торгового центра на московском МАКСИ, значит, ну, исходя из того, что мы достаточно мало времени провели в Кирове, по Кирове все, значит, дали предприятию, имеющие более-более больше опыт, значит, работы по городу Кирова. Ну, в принципе, мы готовы также участвовать в этих делах. Позвольте, немножко, отвлекось, вот город Киров по количеству торговых центров, как вам? По количеству торговых центров? Обычные жители так ругаются? Слишком много уж. А у нас ругаются всегда и везде, но все в то же время посещают эти торговые центры. Ну, без дела они по большому счету не стоят. Так что, то, что ругаются, носит это. Они на глазах, они на планете. Я не пользуется ими. А так, ну, как сказать, для меня, конечно, по сравнению с тем, что было в 80-е, в 90-е годах, центров достаточно много. Но это же, опять же, для людей. Это, уже, нет такой необходимости куда-то идти, или все, все около дома находится. Так что, на все нужно смотреть относительно. Понятно, сейчас вся экономика в основном уходит на купи-продай. Просто предприятия нашего характера, строительно-монтажных работ, ну, понятно, что становится меньше. А Корежмак, кстати, ведь он, по сравнению с Кировом, это очень маленький город. Это точно такой же город. Порядка 35 тысяч. 40 тысяч. 40 тысяч. Вам там тесно стало? Турботех-сервису тесно стало? Хочется, как я и сказал, изначально хочется нового что-то. Хочется движения мыслей и всего остального. Тесно нигде не бываешь, когда работают. Но расширение, оно хочется. Продвижение вперед, что-то новое увидеть. Потому что, работая с агентством экономического развития, с деловой Россией, очень немного ездил по служебной командировке в Дагдане, были в Англии, были. и посмотрел именно, как развираются предприятия, там, которые в Европе. И вот этот вопрос, который присутствовал у нас в Советском Союзе, о седлости, там немножко рассматривался по-другому. Там люди не привязаны к одному месту. И они более мобильны. Появилась работа, поехали, сделали, заработали, привезли всеми средства заработанные. Это двигатель хорошей экономики. Для работы, для успешного развития турботехсервиса важно, чтобы место, где вы работаете, там была развита инфраструктура, дороги, железная дорога. Это играет определенную роль, да? Это обязательно. Это обязательно. Почему Киров выбрали? Мало того, чтобы здесь жили, учились, это именно то, что инфраструктура. Это вот эти грузопассажирские потоки, которые идут, это ура, это в сторону Москвы, это достаточно очень выгодное расположение географического города. Потому что работаем и в Казани, и везде, и в Нижнекамске работаем. Так что это достаточно удобно. Это и доставка материалов, это и перевозка транспортным персоналом. Это все. Наши дороги, это все для нас. А ваш бизнес, бизнес семейный, да, не ошибаюсь? Да, я вот это тяжело назвал семейным. Семейным? Не семейным? Ваш сын работает с Вами? Да. Мы работаем, семья работает в бизнесе. Семейный бизнес это когда печешь пирожки. А, теплый, уютный такой, вкусный. Да, где только представители одной семьи. А я сказал, что Турботик сервис это семья. Большая семья, в которой не только члены семьи Тсмака Анич, но очень много других семей, за которых мы также беспокоимся, также переживаем все их радости и трудности, которые бывают. Так что тяжело. Коллектив в основном мужской? Будем говорить 60 на 40. 50 на 40, но 60 это мужчина. 60 мужчин все-таки, да. А что это за конкретные специалисты? Вы сказали, 40 порядка, да, здесь 40 порядка? По специальностям это? Ну, это, будем говорить, если взять это управление, то это, как выводится во многих предприятиях, это кадры, значит, это юрист, это бухгалтерия, это планово-технический отдел, это кладовщики, все то, что связано именно с услугами. А то, что более серьезно, такие грубые, жесткие, мужские, в принципе, главный инженер, технология, монтажники, сварщики, это в основном, конечно, мужчины. Ну, и женщины обходятся на производстве персонала, это маляры, штукатуры. Ага, как-то я о них-то подзабыл, да, женщины, да, часто этим занимаются как раз. Да, да, да. Ну, в новых кадрах вы сейчас не нуждаетесь, вы сказали, что, да? Обновляемся, постоянно обновляемся, обновляемся. А что тут за концепция? Существует, что за план такой в плане обновления? Мы тут смотрим, исходя из тех проектов, которые мы начинаем осваивать, в первую очередь, тех специалистов, которые необходимы. Существует определенный костяк, как я вам сказал уже, который существует, и все есть. Остальное к этому костяку, костяку, именно, мы начинаем подбирать людей. Приходит очень много людей. Значит, как уже отмечается везде и повсюду, что техническое образование сейчас именно рабочих профессий, ну, у нас условно-небытие после того, как распался Советский Союз, сейчас это восстанавливается, и конкурсы проводятся на работе, профессии. Не стало таких специальностей? Нет, их очень мало. А, мало? Мало. А обучать их, обучение именно, обучение как такового, как раньше ЛПТУ были, еще что-то, и очень мало предприятий. И пока мы не восстановим эту вот систему ПТУ, рабочих специальностей, вот тут тяжело. Тут приходится каким образом? Выбираешь, работника принимаешь, видишь в глазах, если у него горит в глазах желание, есть работа, он начинает работать, значит, он будет специалистом. А некоторые приходят, попробуют себя. Тяжело, понятно, что работает строительно-монтажник, мне это достаточно тяжело. Это на открытом воздухе, это тяжести, это, ну, определенные такие трудности существуют в работе, значит, поработают 2-3 месяца, уходят. Ну, больше посещают там, хранникам где-то работают, сторожам. Это молодые в основном? В основном, сейчас нет, предприятия сейчас делают в основном упор, как я, руководитель, делаю на молодежь. На молодежь, то есть сколько лет? Это, будем говорить, от 25, начинаем принимать, что пока еще тот возраст, который были, будем говорить, моего возраста, чуть больше 40, которые имеют уже опыт в работах, могли им передать, обучить, соответственно, и чтобы они потом уже были полноценными бригадирами, звеневыми, специалистами в своем деле. Но 25 лет, это, в принципе, да, уже выпускник вышел в учебную, если вышел в учебную, то что-то там уже устаканилось в голове уже, ветра поменьше, физически еще крепко. что он от армии не прячется, что он уже сформировавшийся человек, уже многие заводятся семьям, детьми, и что-то уже интерес появляется, как содержать семью, все остальное, интерес приобрести квартиру, еще что-то. Как, каким образом о своих сотрудниках заботитесь, заботились, как с Новым годом поздравляли? Ну, значит, поздравление это, как говорится, провели как на корпоратив. Корпоратив? Как это обычно бывает, Это для... Выложившей себя фирме? Да. Да. Ну, не такой шикарный, как показывают на экранах телевидения, то, что бывает. Как говорится, в узком кругу. Значит, подарки детям, это обязательно проведется в самой изначальной фирме, что что есть, это. Ну, и по возможности поддерживаемся социалкой, все остальное, она выдерживается на должном уровне на предприятии, согласно коллдоберу, который разрабатываем совместно с работниками, и все остальное, и те пожелания, и замечания, и все остальное, то, что показывают работники, пытаемся отразить в этом коллективном договоре и идти на обоюдных согласиях для выполнения работы и всего остального. А социальные какие-то проекты за пределами за пределами компании, например, в год экологии в 17-м году у нас тут было серьезное движение за обустройство парков, скверов, кировских, и вот некоторые компании известные, они как раз таки поучаствовали, то есть взяли какую-то взяли какую-то площадку и ее облагородили. Вот есть в планах возможно такое? Мы готовы участвовать в этих проектах. В принципе, мы живем здесь, вот сам я живу на Московской, значит, как раз устроили план, который был, парк, это Алая Пороса, в принципе, очень быстро, и очень приятно ходить, погулять, и все остальное. Мы готовы участвовать, но я говорю, то, что просто мы еще достаточно молодая компания для города Кирова. Ну, я думаю, все в будущем. Так, если не секрет, уже подсчитывали, сколько налогов придется платить? Зарегистрировавшиеся здесь или уже платили? Так, налоги постоянно платят. Бланиров, да. Мы не уклоняемся от налогов. Можно, можно озвучить сумму, которую вы приносите? Это лучше вопрос задавать главному бухгалтеру. У него все, все цифры, все, 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 все он в воде. Ну, по моим ощущениям, вы, собственно, загружены, заняты на, в общем-то, на долгие годы вперед? Мы будем заглядывать на долгие годы, но, конечно, не будем вперед, но два года. Два года? Да. Предприятия, в принципе, готовы работать, двигаться вперед. А турботехсервисов в других городах озвучивали бы они подчетны вам или это все самостоятельные какие-то единицы? Нет, это не отдельно хозяйствующие субъекты, а это обособленные подразделения, филиалы, которые под отчетны главному офису кондитеров. Они непосредственно отчитываются перед вами? Да. Перед вашей работой? Да. Есть ли какие-то вот сейчас проблемы, такие очевидные, с которыми приходится сталкиваться и которые мешают деятельности непосредственно? Просто, что мы говорили, поговорили о хорошем, о достижениях, возможно, что-то и хотелось бы изменить в лучшую сторону, где-то вот недостаточно еще уделяется внимание? Знаете, я сразу то и не скажу, чтобы что-то выбрать. Стараешься найти все хорошее, а тяжело сказать, что сейчас так сильно мешает. По-моему, ничего не мешает. Сейчас нужно только работать. Самое хорошее было бы, если бы в стране существует такая тенденция задержки оплат выполненных работ. Вот исключить бы ее, я думаю, что остальное все приложится. То есть, сталкиваетесь с этим? Ну, они есть. Когда сделано уже, но вот еще проблема, но еще проблема, да, не пришла, да. Приходится перебиваться кредитами, брать где-то, что-то как-то. Вот только в основном это. Остальное все, будем говорить, расчет сделан, перейти работу. Как на вас выходят вообще заказчики? Как выходят заказчики? Или как вы клиентов ищите? Ну, тут практически полезную информацию сейчас предлагаю выдать нашим слушателям, интересованным руководителям компании. Самое главное, вот есть пословица, значит, если до сорока лет ты работаешь на свое имя, то после сорока лет имя работает на тебя. Рекомендация одна, работать честно, не подводить партнеров, наработая, тогда обязательно наработаешь положительную репутацию, исходя из этого уже. На тебя будут в будущем выходить и предлагать другим твои услуги, зная, как ты справляешься. Вот это, по-моему, самое основное. Но вы достигли этого? Мы достигли этого, да. Допили с этого, чтобы имя уже работало на вас? Ну, да. В принципе, да. В принципе, да. Бывает такое, что... Меня фирма знает достаточно во многих местах России. Ну, то есть бывает. То есть обычная практика, да? Поработали с одними, качественно, добросовестно, эти люди передают информацию о вас другими, третьими, и они возвращаются к вам. Да, да. Ну, и несколько минут у нас остается все-таки о планах на наступивший 2018 год. Можно поподробнее? Ну, как мы и говорил, я уже выше, значит, это вторая часть, во втором этапе, значит, по монтажу оборудования ФосАгро, город Апатит. Это предприятие сельскохозяйственного профиля? Нет, зачем? ФосАгро, это минеральное удобрение. Минеральное удобрение. Ну, опять-таки, работает на сельскохозяйственной отрасль. Ну, это предприятие работает под водолючим минеральным удобрением, они как работают на сельскохозяйственном отрасли нашей страны, так и зарубежные страны. То есть они расширяют там производство, вы им помогаете. Да, совершенно верно. Значит, это расширение рынка услуг по техническому обслуживанию оборудования энергетики и предприятий химии, как я вам говорил, это на Уралхимия, и, значит, это КТК, то, что это это плюс. Значит... А там какая цель у них стоит, что помогаете реализовывать? А именно, вот, техническое обслуживание оборудования, бесперебойное оборудование, чтобы жители Кирова в Кировской области постоянно были тепло, свет, оборудование работало. Чтобы система работала как часы, и чтобы все мы были с водой, со светом, с теплом и так далее. Вот эти основные направления, которые хочется освоить в 2018 году. То есть это речь о чем идет? О расширении все-таки? О расширении. То, что мы добились, мы их будем выполнять. А мы говорим, что об увеличении этих объемов работ связанных с техническим обслуживанием. Это сейчас предприятие выступает на тендер по вопросу технического обслуживания ЦТП, центральных тепловых пунктов. Попробуем там свои эти. Ну и в завершении собственно как связаться с вами? Где находится Турботехсервис в нашем городе? Нет, я-то знаю, просто вы озвучите, чтобы... Нет, я понимаю, что вы знаете. И слышно, что ли, тоже... Ну, хочется сказать, что значит по адрес фирмы это Калинина 38, город Киров, офис 211-212, телефон это 4155-88. Вот это Киров. 4155-88. Спасибо, завершаем на этом нашу беседу. Николай Цмаканич, директор компании Турботехсервис. Поговорили мы о работе данной компании в ушедшем 2017 году. С наступившим вас новым 2018 успехов и, собственно, достижения тех целей, которые перед собой поставили. Вас тоже с прошедшим Новым годом, с старым Новым годом вас любят воскрещения. Всех благ. Спасибо. Спасибо, на все-таки.